И мы снова разговариваем о прекрасном нраве посланника Аллаха и о его драгоценных советах в своей уме. А сегодня мы поговорим о некой естественной потребности, о которой очень часто говорил посланник Аллах, и сам он очень часто использовал ее. Сегодня мы поговорим о чистке ротовой полости или чистке зубов. Сам же посланник Аллах это делал при помощи мисвака. Мисвак – это корень куста, который растет на территории Аравийского полуострова. Он сам по себе обладает очень большим количеством полезных свойств, поскольку имеет в составе очень много антибактериальных свойств и элементов. Но мисваком является или сиваком является любая чистка зубов. Пускай это будет тем же, чем дело посланника Аллаха, или это будет зубная щетка, зубная паста, электрическая или обычная. То есть результат должен быть каким? Это чистый рот или освежающий, приятный запах изо рта. О достоинстве мисвака сказано очень много хадисов. Некоторые из них, Абдуллах ибн Умар передают, что посланник Аллаха, салам, сказал, используйте мисвак, в нем содержится чистота для вашего рта и довольствие Всевышнего Аллаха. То есть мы чистим зубы и этим довольствуется Всевышний Аллах, субханава тааля. Айша, рада Аллаху, передавала хадис, что посланник Аллаха, салам, говорил, что намаз, который был прочитан после использования мисвака, он в 70 раз лучше, чем тот намаз, который был прочитан без использования мисвака. Также о важности мисвака может судить то, что посланник Аллаха, салам, так часто слышал о Джибраиле, побуждении использовать мисвак, что он думал, что это будет обязательным для уммы. Сам же посланник Аллаха, салам, сказал, если бы я не хотел затруднить для своей уммы, я сделал бы обязательным использование мисвака перед каждой молитвой. В этом хадисе мы видим, что, во-первых, мягкость посланника Аллаха, салам, и забота о умме, и о важности использования мисвака. Посланник Аллаха, салам, как приведено в его сунне, очень часто использовал мисвак. И когда же он использовал? Он использовал его после пробуждения ото сна. Он использовал его, когда ночью присыпался, когда заходил в дом, как приводит Аиша, когда посланник Аллаха, салам, заходил в дом, первым делом он чистил свои зубы. Перед чтением Корана также мы чистим зубы. Перед каким-либо собранием, когда мы идем на джума-намаз, когда мы идем на праздничные молитвы. И, естественно, когда мы делаем омовение, мы готовимся к намазу, мы чистим свои зубы. Что касается самого мисвака, а именно того, что использовал посланник Аллаха, салам, корень, дерево, арак, то ученые отмечают очень много полезных свойств и есть труды, где один из мусульманских ученых определил, что мисвак в 27, а то и в 30 раз лучше, чем обычная зубная паста и щетка. Но сегодня у нас на полках, в магазинах, во-первых, можно спокойно, доступно это, купить тот мисвак законсервированный, который приходит к нам из жарких стран, а также существуют зубные пасты, в состав которых входят вот эти полезные свойства и элементы этого дерева. Если мы хотим увидеть отношение посланника Аллаха, салам, к Сиваку, то достаточно прочитать или услышать хадис о смерти посланника Аллаха, салам. Когда он лежал на смертном адре, Аиша, рада Аллахангу, увидела, что посланник Аллаха, салам, пристально смотрит на мисвак Абдурахмана ибн Абубакар, то есть ее брата. Она взяла мисвак, своими зубами размягчила его, сделала щеточку и передала посланнику Аллаха, салам, салам, и как она отмечает, он так тщательно, так хорошо почистил зубы, после чего, сказав слава свидетельства, испустил дух, то есть отплялся ко Всевышнему Аллаху, салам, в своем чистом и прекрасном виде. Итак, мисвак – это сунна, и можно сказать, что сунна муаккада, то есть та сунна, которую посланник Аллаха, салам, никогда не оставлял. И если есть возможность, мы используем именно то, что использовал посланник Аллаха, салам, а если нету, то используем зубную щетку и зубную пасту. Но итог должен быть один. Мы должны следовать его сунне и должны себя держать в чистоте. Жиза кумулахир. Саламу алейкум в рахматуллахи в баракаду.